Здравствуйте, наша Кубань, я воинный край! Одна из задач встречи, чтобы ее участники сменили обстановку. Так говорят организаторы из Анапского отделения Всероссийского общества слепых. Вадим Бугурусланов пришел на встречу самостоятельно, но на последних метрах все равно нужно помочь. Отмечает, что инфраструктура в городе есть, вместе с тем внес распредложение. Если хотите помочь слепым, просто линии провести, чтобы было видно. Наверное, к таким аптекам и, как говорится, дорожкам, и там хлебным магазинам. Во многих учреждениях и общественных местах сегодня можно видеть элементы ступеней, выкрашенные в желтый цвет. Это и есть разметка, которую способны воспринимать слабовидящие. Председатель городского общества слепых Андрей Ермолов говорит, что программа «Доступная среда» в Анапе не просто словосочетание. Такая плитка с пазами для специальной трости соединяет социальные объекты и санатории, где работают массажистами десятки слабовидящих. Постоянно увеличивается число светофоров, оборудованных звуковым сигналом. Андрей Ермолов отдал в городскую администрацию техническую документацию на систему, которая облегчит посадку слабовидящих в общественный транспорт. Я тоже подхожу, например, на блок нажимаю, 111 маршрут мне нужен. Да, набрал 111, все, вот, нажал на кнопку и жду. Подходит 111 маршрут, у меня загранировало. У него сигнал раздается, посадку будет осуществлять инвалид. Я нажимаю, тебе надо ориентировать на дверь. В отделе транспорта и связи городского управления ЖКХ подтвердили, что приняли информацию и прорабатывают вопрос с транспортниками. А со следующего года наличие таких устройств станет обязательным условием для участия перевозчика в конкурсе.